по пептидной биорегуляции, научный консультант общественной приемной Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член Российского и Международного общества антивозрастной медицины. Добрый день, Егор Михайлович. Добрый день, радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о пептидной биорегуляции как продление жизни. Что такое искоренное старение и можно ли замедлить этот процесс? Чем дальше развивается человечество, тем быстрее стареет каждый конкретный человек и даже животное. Потому что темп жизни ускоряется, экология ухудшается, качество пищи катится в никуда. Потому что кризис перепроизводства всех услуг, включая и продукты питания, вынуждает производителей максимально снижать себестоимость. А значит, мы недополучаем многие ингредиенты, такие как аминокислоты, витамины, микромакроэлементы, антиоксиданты и так далее. Вот. Это приводит к тому, что у нас нарушаются нормальные физиологически адекватные обменные процессы. То есть они идут неправильно. Клетка выживает, а не живет. Каждая отдельно взятая. А мы, это совокупность миллиардов клеток. Вот. И страдает одна клеточка, значит страдают все остальные. И понимаете, что такое пептидные биорегуляторы? Это продукты утилизации белка в ядре каждой живой клетки на этой планете. В ходе работы над восстановлением здоровья экипажей атомных подводных флота, еще в советское время, были открыты, изучены, испытаны, запатентованы и подарены человечеству, богом данные молекулы, которые существуют со времен сотворения мира. И не изменятся, пока на этой планете существует жизнь. Названные эти молекулы, пептидные биорегуляторы, это молекулы, единственной физиологической задачей которых является активация ДНК. Без этих молекул ДНК молчит, и клетка жить не может. Раз мы живые, значит в наших клетках, в каждой отдельно взятой клеточке, эти молекулы есть. Но любое стрессорное воздействие, допустим, неправильное питание, болезни и так далее, подавляют обменные процессы, значит в клетках накапливается дефицит белка. А утилизация меньшего количества белка приводит к накоплению дефицита этих молекул. И ДНК уже активируется недостаточно часто. И клетка не может успеть за изменяющимися условиями окружающей среды. И когда дефицит этих молекул становится слишком большим, клетка уже не может справляться с экстремальными воздействиями, и наступает обрушение функций, то есть возникает болезнь. В опытах на животных и на людях удалось убрать эти симптомы, допустим, и последствия. Допустим, в 80-х годах произошла авария атомной подводной лодки «Комсомолец». Все члены экипажа, которые дожили до прибытия помощи, попали в военно-медицинскую академию города Ленинграда, и не только выжили, они остались в строю. То есть люди, которые получили огромные дозы радиации, пробыли полтора часа в ледяной воде, они не стали не только инвалидами, они сохранили боеспособность и вернулись служить во флот. За это, за то, что вот за спасение жизни и здоровья экипажа подводной лодки «Комсомолец», автору этого направления, профессору, доктору медицинских наук Хаминсону Владимиру Хацкевичу, и его соавтору, которые вместе они были друзья, досрочно было присвоено звание полковников медицинской службы. Сейчас правообладателем всех патентов является созданный на основе той лаборатории, секретной, Институт геронтологии и биорегуляции город Санкт-Петербург. У него более 200 патентов, включая 80 иностранных, на эти препараты. И первый препарат лекарственной формы, полученный на основе этих молекул, был сертифицирован и зарегистрирован в фармакопее Советского Союза в 1982 году. Так вот, эти молекулы в опытах на животных дали продление жизни свыше 42%. То есть в два с лишним раза более мощные эти молекулы, чем вся медицина вместе взятая. Расскажите подробнее, что же такое пептидные биорегуляторы, что они из себя представляют? Натуральные пептидные биорегуляторы получаются путем экстрагирования из тканей и органов молодых здоровых млекопитающих. То есть еще в советское время было установлено, что у всех млекопитающих эти молекулы одинаковые, что они строго тканеспецифичные, из каких клеток выделены, в тех клетках и работают. То есть если мы хотим поддерживать работу печени, мы должны применять препарат, полученный из печени животных. Если мы хотим поддерживать глаз, мы должны применять препарат, выделенный из глаз молодых здоровых животных. Умирающие от старости животные уже нас не интересуют, потому что у них у самих нехватка этих веществ. И эти препараты можно применять, допустим, вообще с момента зачатия, потому что еще в момент внутриутробного развития будущий организм попадает под удар окружающей среды через организм матери. И, к сожалению, нет у нас времени, но скажу вам по секрету, что я буду работать над этим вопросом, потому что то, что сейчас огромное количество и все с каждым поколением, все больше и больше процент людей нетрадиционной сексуальной ориентации, это как раз то, что темп жизни, условия жизни все более ужасные, и организм матери не может защитить будущего ребенка от этих стрессорных воздействий, и у нас неправильно формируется мозг. И это можно предотвратить, но только с помощью пептидных биорегуляторов. А где их приобрести можно? Приобреты их можно, ну, выйдите на сайт peptid.ru, и там можно все узнать, где купить. В Екатеринбурге можно приехать и купить. В других городах есть, не во всех, далеко не во всех, но практически во всех областных городах есть представительство института, вот, и во многих районных центрах, и поэтому, ну, через peptid.ru можно найти, это довольно просто. Существуют ли противопоказания у пептидов? Нет, понимаете, вот в нашей двойной цепи ДНК записано механизм самовосстановления каждой живой клетки после стрессорного воздействия. Вот, смотрите, мы болели, допустим, неделю, месяц, год, или там сломали ногу, но проходит какое-то время, и у нас все заживает, мы восстанавливаемся. За счет чего? За счет, вот, двойной цепи ДНК. Потому что, смотрите, что такое пептидный бирегулятор? Это ключ к ДНК. Это молекула, оказавшись рядом с тем участком ДНК, с которого она и синтезирована, вступает в энергетическое взаимодействие с ДНК, разрывая двойную цепь ДНК. С каждой из двойной цепи ДНК синтезируется матрица, то есть синтезируются две матрицы. И на выходе мы имеем два белка. Когда белок уже будет клетке не нужен, он пойдет на утилизацию, и высвободится вот эта активная молекула, которая и должна дать приказ на синтез нового белка, точно такого же. Вот. И при активации ДНК организм затрачивает всего одну молекулу, а на выходе имеет две, которые, в свою очередь, еще дадут две, каждая, то есть четыре, потом восемь, потом шестнадцать. И так устроена ДНК. Добавляя эти молекулы в организм, мы ничего не делаем. Мы просто ускоряем записанный в нашем геноме процесс. И можем ускорять его в сотни раз. Понимаете? Вот поэтому пептидные биорегуляторы лечат синдром ускоренного старения, а все остальное нет. Это радио «Комсомольская правда» и наш гость Егор Михайлович Полежаев, биолог-специалист по пептидной биорегуляции, научный консультант общественной приемной Санкт-Петербургского института биорегуляции и геронтологии, член Российского и Международного общества антивозрастной медицины. В заключении программы я хотела, чтобы вы еще раз повторили нашим радиослушателям, куда обратиться для того, чтобы приобрести пептидные лекарства, препараты? Самое простое – выйти в интернет, набрать сайт peptid.ru и там купить, допустим, в Екатеринбурге или купить в Ферми, или купить, допустим, в Новосибирске. И это решится, если что с вами свяжется, либо напишут на электронную почву. А вообще в областных центрах практически во всех есть. Можете просто найти в интернет и, допустим, зайти и написать, допустим, купить пептидные биорегуляторы в Москве. И вам предложатся несколько вариантов, потому что в Москве несколько представительств, ну и так далее. Спасибо вам большое. Всего вам самого доброго. Приходите еще.